Проиграли Словакам. Я не считаю, что это страшная беда. У нас как в политике, в реакции на какие-то события есть свои ватники, есть вышиватники. Разница не принципиальна. Нас сливают, все предали. То же самое в футболе. Мы выиграли у Франции. Вот классно, мы жахнули этих лягушатников. Вот мы сейчас там всех порвем, а потом проигрываем в Словакии. Что эти козлы-бараны-кривоногие делают? Так жить нельзя. Опять же, бездари. На самом деле, просто надо определиться, каков уровень сборной Украины. А уровень сильнее, чем у Словаков, но ненамного. Не глобальный, на самом деле. Чуть выше, благодаря тому, что все-таки у нас немножко больше сильных футболистов. Уровня того же Ярмоленко, Коноплянки. У них один гампшик, у нас два, не гампшика. И чуть-чуть выше, благодаря тому, что есть сильные клубы в национальном чемпионате. Возьмем только три. Не думаю, что стоит брать глубже. Но глобального преимущества у нас такого, чтобы вообще нету. И потому в матче почти равных команд выиграла та, которая чуть слабее. Это же не глобальная сенсация. То есть, надо понимать, что мы не можем с позиции силы брать и обыгрывать постоянно ту же Словакию. Тех же белорусов вот так вот легко. Да, мы сильнее, но не настолько, чтобы быть постоянно уверенным в том, что мы возьмем очки. Если вспомнить предыдущий отборочный цикл, в ходе которого так вроде все хорошо сложилось. И вот ту же Францию в первом матче, действительно хорошо сыграв заслуженно, обыграли. С поляками откровенно повезло во втором матче. Да и в первом, не все так было просто. Удача, фортуна – это же не какой-нибудь там песик, которого можно подманить, потом посадить на поводок, и он всегда будет с тобой. Без удачи так легко с крепкими командами мы не можем разбираться, а с сильными так тем более.